Здравствуйте! Это программа «Спорт 100» и ее ведущий Дмитрий Марков. Коротко о спортивных событиях прошедшей недели. 23 апреля завершился чемпионат округа по пауэрлифтингу. 24 апреля на лыжероллерной трассе состоялось закрытие лыжного сезона. 24 апреля дворец «Спорта Норд» встречал всех любителей восточных единоборств. Там прошел чемпионат и первенство Нинецкого округа по восточной боевой дисциплине «Кабудо». Этот чемпионат определит тех, кто представит наш округ в всероссийских соревнованиях. Всего на участие заявилось более 30 человек, но в связи с травмами многие не смогли принять участие. Соревнования проходят сначала, идут показательные выступления, раскрывают наш вид спорта полностью, чем мы занимаемся и чем мы должны заниматься. На перспективу всем спортсменам дается задание, что этим вы должны владеть. Ребята должны сегодня продемонстрировать свои хорошие знания, опыт и демонстрацию своих сил и технику данного вида спорта. В показательных выступлениях спортсмены показывают технику обращения с холодным оружием. В «Кабудо» холодным оружием являются нунчаку, тофа, сай и катана. Эти показательные выступления сменяют выступления по самозащите без оружия Тайхо Цзюцу. После показательных выступлений спортсмены перешли к второму этапу соревнований «Ниппон-кэмпо» боя. На татами допускается спортсмен защитной экипировки, защита груди, шлемей и перчатках. «Ниппон-кэмпо» – это отдельный вид японского единоборства, где поединки проходят в формате «фулл-контакт». Благодаря этому поединки получаются более зрелищными. В конце соревнований состоялось награждение, где победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. Стать на стойку, натянуться как струна, прыгнуть и достойно проплыть положенные метры. Через это прошли спортсмены на открытых соревнованиях по плаванию, посвященной Дню Победы, проходившей во Дворце Спорта Норд. Всего в соревнованиях по плаванию приняли участие более 300 юношей и девушек от 10 до 18 лет. Соревнования проходили в 4 дня. Первый день спортсмены боролись в трех видах – комплексное плавание на 100 метров, кроль на спине 50 метров и брас на 100 метров. Второй день соревнований пловцы начали с вольного стиля на 100 метров. Лучше в нем стал Валерий Лобода. В первый день соревнований он забрал себе три золотых медали. Я знаю, что я бегал за минуту на две, но раньше был результат лучше, но сейчас сбавил темпы, конечно. А как считаете, есть ли конкуренты среди вашего? Конечно, есть. Сейчас, конечно, моего возраста конкурентов мало, но много детей подрастающих в двух годах. Они уже тоже цепляют пятки, пытаются выйти вперед, собогнать. Далее дельфин и брас на 50 метров. И в этих стилях лучшим становится Валерий Лобода. Самые маленькие пловцы нашего округа за первые места боролись в третий и четвертый день соревнований. Им предстояло брасом, кролем, на спине и вольным стилем проплыть 50 метров. Более 200 наринмарцев провели выходной день в спортивном костюме и с хорошим настроением. В спорткомплексе «Лидер» прошел третий региональный фестиваль здорового образа жизни. Молодежный центр подготовил для участников фитнес-тренировки кулинарный мастер-класс по приготовлению здоровой пищи и разнообразной зоны отдыха. Фестиваль здорового образа жизни ежегодно объединяет как приверженцев кроссовок и противников табака, так и тех, кто ни разу в жизни не был в спортзале. Опытные тренеры говорят, для приобщения к физическим занятиям одной мотивации мало. Людям интересно тренироваться на современном оборудовании. Спортивные клубы каждый год предлагают новый инвентарь. Сегодня ноу-хау в мире фитнеса боссу. Необычный тренажер и его преимущества продемонстрировали участникам фестиваля. Новый снаряд помогает тренировать не только крупные мышцы, но и прорабатывать мышцы-стабилизаторы. Регулярное занятие на боссу помогает сделать тело пластичным, ловким и подтянутым. Еще одна новинка для наринмарцев – черлидинг. На базе ледового дворца труд работает секция черданс. Опытный тренер Инна Хабарова обучает девочек современным танцам с элементами шоу, акробатики и хореографии. Сколько людей после фестиваля запишутся на фитнес и перейдут на здоровое питание – неизвестно. Да дело и не в цифрах, а в желании организаторов показать. Досуг может быть не только приятным, но и полезным. Вопросы о мерах по содействию развития физической культуры и спорта в округе рассмотрели депутаты окружного парламента. С докладом выступил председатель Комитета по физической культуре и спорту Игорь Шевелев. Как отметил докладчик, приоритетными направлениями являются развитие массового спорта, подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений. В целях развития массового спорта планируется создание учреждения, осуществляющего центральную деятельность по организации физкультурной и спортивно-массовой работы на территориях округа. Центр развития массового спорта на базе Ледового дворца спорта «Труд». В целях подготовки кандидатов сборной команды НАО и сборной команды Российской Федерации планируется реорганизация «Дюц-лидер» в учреждении нового типа спортивных школ «Лидер» с 1 января 2017 года. По итогам обсуждения принят целый ряд рекомендаций. В частности, профильному департаменту рекомендовано в срок до 1 сентября представить программу развития планируемых к созданию новых учреждений спортивной школы «Лидер» и Центра развития массового спорта «Труд». Рекомендовано рассмотреть вопрос о вовлечении детей и инвалидов в массовые спортивные мероприятия, предусмотреть мероприятия по повышению статуса такого массового мероприятия, как соревнования по лыжным гонкам «Северное сияние» имени Чупрова. Также до 1 сентября 2016 года должна быть представлена характеристика кадрового состава всех учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность. В ходе дискуссии принято решение рекомендовать администрации рассмотреть вопрос о возможности финансирования выезда спортсменов-лыжников на тренировочные сборы и соревнования за счет внебюджетных источников в рамках соглашений с недропользователями. В Ненецком округе увеличилось число желающих сдать нормативы зимнего фестиваля ГТО. 301 участник претендует на получение знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди испытаний, которые пришлось пройти участникам, лыжные гонки, подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, стрельба из пневматической винтовки и другие. Участники, выполнившие необходимое для своего возрастной ступени количество нормативов, представляются к награждению золотыми, серебряными и бронзовыми знаками комплекса ГТО. Это была программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!